Глава пятнадцатая Кузьма Родионов был еще крепок. В старике дочь зачисляла его рано. Старик это, когда человек перестает понимать, что происходит вокруг. Родионов понимал почти все. И у него еще хватало сил удерживаться не на отшибе житейской кипени, а быть где-то ближе к центру. Работал Родионов спокойно, едливо, нервничал редко. Один раз только видел Иван, как он нервничает. В Саусканихе проходило отчетно-перевыборное партийное собрание колхоза. От райкома на нем присутствовал Ивлев. Родионов ехал с другого партийного собрания домой и по пути решил завернуть в Саусканиху. Приехал как раз в тот момент, когда собрание закончилось, и люди расходились. Ивлев сел к Родионову. Поехали. — Ну, как? — спросил Родионов. Он сидел на первом сидении. — Дело в том, что выбрали опять Кибякова, — сказал Ивлев. Родионов долго молчал, смотрел на дорогу. — А что же ты там делал? — спросил он наконец и обернулся к Ивлеву. Иван увидел мельком, как потемнел его шрам. Кибяков признал свои ошибки. О будущем он тоже правильно думает. Ивлев приготовился спорить. Только он не ждал, наверное, что спор этот произойдет тотчас после собрания. Я не видел оснований, чтобы выступать против него. Люди его тоже все поддерживают. — Ты знаешь, что он обманывает людей? — резко спросил первый секретарь. — Ты знаешь, что он демагог и трепач? — Я не думаю так. — А я думаю. И люди так не думают. Он прошел большинством голосов. — Эйх! — Родионов отвернулся и стал закуривать. — Растяпы. Признал ошибки. — А какие ошибки? Он не ошибался в прошлом году. Он врал. — Какие же это ошибки? Родионов опять повернулся к Ивлеву. Он врал, что наладил в колхозе комсомольскую работу. Врал, что коммунисты у него учатся. Врал, что у них работают курсы механизаторов. Но работают-то у них свои трактористы. Зачем же зря куклы у них работают, а не трактористы? — почти крикнул Родионов. — Трактористы до первой поломки. Пока трактора новые. Они их за неделю там подотаскали и посадили на машины. Ивлев ничего не сказал на этом. — Сам будешь снимать Хибякова. Родионов отвернулся, полез в карман за папиросами. — Сам проворонил, сам теперь и занимайся им. Ведь предупреждал еще. Ивлев и на этот раз промолчал. Молчали до самого дома. Уже в Баклане, подъезжая к райкому, Родионов сухо сказал. — Завтра подробно расскажешь мне о собрании и попроси, чтобы кто-нибудь привез протокол. Завтра же. — Хорошо. До свидания. — До свидания. Впервые в присутствии Ивана так резко говорили друг с другом эти два человека. Иван считал их друзьями. Обычно они мало разговаривали, но понимали друг друга с полуслова. У Ивана с Родионовым наладились хорошие деловые отношения. Поначалу Иван опасался, что Родионов будет его опекать, лезть с откровениями. Ничего этого не случилось. Родионов просто и коротко говорил обычно. — Усяцк. Иван вез его в Усяцк. Первое время, с неделю, Родионов показывал дорогу. Потом Иван мог сам проехать в любую деревню Багланского района. Обычно кто-нибудь еще ехал в машине, но даже когда ехали вдвоем, разговаривали мало. Один раз Родионов спросил. — Нравится? — А чего ж? — беспечно ответил Иван. — Работать можно. Вообще-то он думал, что работы будет гораздо меньше. Родионов усмехнулся. — В те годы вывозили зерно из дальних глубинок. Остатки. Торопились, ибо вот-вот должны были пойти вредные задержные дожди. Родионов мотался из края в край по району. Торопил, подбадривал, требовал. Ночевали где придется. Один раз ночевали на пасеке. Приехали туда, когда садилось солнце. Родионов вылез из машины, поздоровался с пасечником, который почему-то начал перед ним заискивать. Сказал Ивану. — Вылазь, больше никуда не поедем. — Глянь, красота какая. Иван заглушил мотор, вышел из леска на открытое место и остановился, пораженный поистине редкой красотой. Пасека находилась в отложье, которое широким, еще зеленым пологом опускалось к неширокой речушке. А дальше взору открывалась широкая ровная долина. А еще дальше глыбистой синей стеной вставали горы. Прямо из долины. А посередине долины извивалась Катунь. И сейчас, когда солнце висело над зубцами гор и уже чувствовался вечер, долина вся пылала нежарким крастоватым огнем. Только Катунь холодно блестела. Потом солнце коснулось с вершин Алтая и стало медленно погружаться в далекий синий мир. И чем глубже оно уходило, тем отчетливее рисовались горы. Они как будто придвинулись и стали еще более синими. А в долине тихо угасал красноватый огонь и двигалась задумчивая мягкая тень от гор. Потом солнце совсем скрылось за острым хребтом и тотчас оттуда вылетел в небо стремительный веер лучей. Он держался недолго. Тоже тихо угас. И в небе, в той стороне, пошла полыхать заря. Родионов, засунув руки в карманы, стоял неподвижно, смотрел в долину. Везде был. На Кавказе, в Крыму, в Финляндии. Видел красоту. Но такое вот не видел нигде, сказал он. И он тоже нигде ничего подобного не видел. Он поймал себя на том, что думать черти о чем, что надо когда-нибудь побывать здесь с Марией. Прибежал услужливый, дураковатый басечник. Это вчера тоже приезжали, стояли здесь. Говорят, орай. Батя, достань-ка нам не водишка, сказал друг Родионов. Мы избегаем пока светло. Пасечник ушел за неводом, а Гузьма Николаевич начал снимать с себя одежду. Разболакайся, велел он Ивану. Уху сейчас варить будем. Иван разделся до друсов, побежал вниз по отложению. Охватила первобытная бездумная радость. Затеять бы с кем-нибудь борца, бороться, напрячь до боли занеженной мускулы, хряпнуть об землю противника и потом лежать на земле лицом вверх и тяжело дышать. Эхей! Крикнул сзади секретарь. Иван оглянулся. Секретарь бежит за ним чуть ли не в припрыжку с неводом на плече. Давай сходу! Крикнул Родионов и показал рукой на речушку. Иван так и сделал. Ухнул сходу в речушку, заорал дурным голосом и выскочил на берег. Родионов стоял на берегу, хокотал, как ребенок, со всхалипами. Иван его еще не видел таким. Что? Нарвался? Она только с виду безобидная. Это что же такое? Почему она такая холодная-то? Родниковая. Ну, раз уж ты и окунулся, лезь вглубь. Сделали четыре тоньки. После каждой Иван бросал деву и бегал по берегу. Согревался. Вода была просто ледяная. Родионов выбирал из деву до ребешку. Чебаков, Битюрей. Посмеивался. Вот так, так. Привыкай. А то добаловались там в бассейнах-то. Наловили рыбы на две хорошие ухи. Пошли к избушке. На мокшене вот несли вдвоем. Шли медленно. Разговаривали. Ну, как? На родине-то? Спросил Родионов. Хорошо. Люди нравятся? Люди как люди. Везде люди. Не скажи. Я грешным делом городских недолюбливаю. Признался Родионов. По-моему, они зазнаются здорово. Я только не могу понять, почему. Культуры больше, поэтому... Иван сам недолюбливал городских жителей. Но поддакивать секретарю не хотелось. Культуры, повторил секретарь. Это было самое уязвимое место Родионова. Культуры городских и деревенских. Сравнение шло всегда не в пользу деревенских. И Родионов этого злило. Он спорил. Вы что, обидели что ли? Спросил Иван, чувствуя, что секретарь замолчал неспроста. Да что ты? Откликнулся тот. За что? Открою техникум. Сразу все заткнутся. Думал между тем секретарь. Последние полтора-два года у него была одна заветная мечта. Открыть в Баклане техникум механизации сельского хозяйства. Сперва хотел один, своими силами, поднять эту махину. Не смог. Списался со специалистами в Москве, изучил вопросы и начал подговаривать соседних секретарей райкомов. Вместе затевать дело. Подал проект в Крайком, межрайонный сельскохозяйственный техникум в имени 20-го съезда партии. Причем только в Баклане. Проект в Крае нашли вполне реальным. Только не поняли, почему обязательно в Баклане? Есть села крупнее и ближе к городу. Родионов не смог убедительно доказать, почему в Баклане, и опять стал задумываться, как осилить такую работу одному. Ему хотелось, чтобы техникум был в Баклане, и все. Уже сумерки опускались в долину, пал туман. Было покойно на земле. Около избушки, в оградке, горел небольшой костер. Дед суетился около него. При свете костра начали потрошить рыбу на чистой тесенке. Дед смотался в избушку и через минуту вынес туесок с медовухой. Шел в темноте по оградке, держал в руках туесок, ворчал. Глаза стали, ни хрена не вижу. Что он суетится так? Негромко спросил Иван. Он знает. Так же негромко сказал Родионов. Ну-ка, после родниковой водички-то, клотните. Радостно говорил старичок, подавая туесок секретарю. Тот отпил немного, подал Ивану. Иван приложился и выпил чуть не все пиво. Оно было очень вкусное. Потом сидели, ждали уху. Родионов смотрел задумчиво на огонь, молчал. Вспомнились ему далекие-далекие дни молодости. Покос, Федя Байкалов, Марья. Уходит жизнь. Постоянно. Каждую минуту. Тогда он не понимал этого, а сейчас понимает. И трудно как-то понять, что она не совсем кончается. Что тут же встают еще сотни новых жизней. И начинается все сначала. Он так глубоко влез. В эти мысли, что когда наклонился прикурить к костру, и вдруг увидел Ивана, то вздрогнул. На мгновение почудилось даже, что с ним рядом сидит Марья. Дед помешивал в котелке таловой палочкой. Приговаривал. Сейчас найдет. Глаза уже побелели. Эх, и ушиться будет. Еще, что ли, той сок принести? Хочешь, Иван? Спросил Родионов. Нет. Я тоже. А вчера это приехали тоже. Шмихотат, да. Начал старик, но секретарь перебил его. Кто приезжал-то? Туристы? Ага. И бабы с ними. Поют тоже, как мужики. Танцы тут открыли. Ну а что ж, отдыхают люди. А ну, конечно, так. Я чего. Мне только шибко бабы не глянутся. В штанах, гогочат, как кобылы. Ну, готово. Колебали уху прямо из котелка деревянными ложками. Иван никогда с таким удовольствием не ел. Надо Марию привезти сюда, думал он. Тихонько гудел, постреливал костер с ласковым звуком. Твить! Отскакивали в разные стороны красные угольки и умирали на земле. В лесочке громко вскрикнула какая-то ночная птица. И откликнулись реки. Гыть, 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 гыть. И звуки эти далеко прокатились по долине. Дохлебали уху, загурили. Вынеси нам, тулупишка, попросил Родионов. На сене ночуем. А по что? А в избушке? Там глопов у тебя до черта. Что ты их не выведешь? Где так знакаря, а тут верно, клопы имеются. Давочки вчера визжали. Давай-то, луп. Легли на свежем сене в древнем сарайчике. Долго лежали молча. Спать не хотелось. Вспомнил, как дочь ваша поет, сказал Иван. Ему хотелось поговорить о Марии. Поет, да, согласился Родионов. И все. А чего вы о ней так говорите? Как-то нехорошо. Не отставал Иван. Родионов долго лежал молча. Потом откинул тулуп, сел, с осторожностью закурил. Проморгал я свою дочь, Иван. Заговорил он негромко. Когда надо было говорить ей умные слова, я думал, что она еще глупенькая, не поймет. А потом поздно было. Другие стали говорить. Кто? Нашлись. А сейчас худо. Чувствую себя при ней, как дурак. Завидел, небось, как разговариваю с ней. Как плохой агитатор с капризной избирательницей. Находятся такие выборы. Охота поломаться перед кем-нибудь. Вот она начинает перед агитатором. А тот, бедная, шпарит и по инструкции аж пот прошибет. Так и я. Иван жадно слушал. А что с ней такое произошло-то? Забудалась она, вот и все. Обозлилась. Что разошлась с мужьями, это, считается, забудалась. Не в мужьях дело. Неохотно возразил Родионов. Хотя и это. Негеройство. Сложь-то все. Родионов не хотел говорить об этом. Иван тоже сел и тоже закурил. Осторожней, предупредил секретарь. Сено, как порох. Ивану еще хотелось поговорить о Марии, но он больше не решился расспрашивать. Он понимал, что отцу не очень легко говорить о таких делах. Да, жизнь штука сложная, сказал он. Запуталась, а характер как к лошади необъезженной, прибавил Родионов. Закусил его дела и несет. Заплевал окурок, выбросил в дверь и лег. Давай-ка спать, а то завтра вставать рано. Давайте. Легли, затихли, но не спал ни тот, ни другой. Думали каждый о своем. Мысль о Марии гвоздем засела в голове Ивана. Что значит запуталась, думал он. Просто, наверное, не везло в жизни и все. Бывает. Не повезет, хоть ты что делай, хоть лоб расшиби. Глава шестнадцатая. На следующий день, к вечеру, они были в Баклане. Иван вымыл машину, загнал ее в гараж и пошел домой. В ограде стояла Пашкина полуторка. Пашка был тоже дома. С Пашкой поговорю, решил Иван. Пашка ужинал. Он был нарядный, веселый, как всегда. Точил ляцы с Нюрой. Учил ее писать с письма мужу. Во-первых, никогда не пиши, милый Андрюшенька. Почему это? Нельзя. Да почему? Вот он придет, скажет тебе почему. А, браток, пойдем в клубишко сегодня? Пойдем. Легко согласился Иван. Нюра не без удивления посмотрела на Ивана. Ей почему-то казалось, что он не будет ходить в клуб. Заправляйся, Едвиньям. Сегодня танцы. Иван умылся, подсел к Павлу. Нюра налила ему в тарелку наваристой лапши. Пораньше хоть приходить-то, сказала она недовольным голосом. Нечего до света шататься. Ей не хотелось оставаться одной дома. Ефим уехал в город. Кроме того, поучить двух здоровенных парней ему разуму это занятие не лишено удовольствия. Иван бахлебал на скорую руку, вылез из-за стола, пошел в гордицу одеваться. Потом вылез Пашка, загурили, взяли куреву с собой и пошли. Ты знаешь Родионову Марию? Сразу начал Иван. Дочку секретарскую? Знаю. Видел вообще. А ничего не слышал о ней. Слышал, что она много раз замужем была. А что, хочешь познакомиться? Я познакомился. Нет, я думал, ты больше знаешь. Меня такие не интересуют, равнодушно сказал Пашка. Я люблю пухленьких таких, чтобы взял ее в руки и сперва не понял, человек это или лакировка действительности. Знаешь, кто про нее может знать? Дядька твой Николай Попов. Да? Да. Я их много раз вместе видел. Тогда я зайду к нему. А в клуб не пойдешь? Приду. Попозже. Николай сидел в сельсовете, один читал какую-то книгу. Усмехался. Страсть, как любил читать книги. А дома детвора не давало почитать. Увидел Ивана, спрятал книгу в стол. Поднялся навстречу. Каким это ветром тебя? Проверил дядюшку зашел. Хорошее дело, племянничек. Садись. Дело какое? Да, вроде дело. А дело такое, не очень важное. Давай. Николай смотрел на Ивана серыми добрыми глазами. Ждал. Иван удивлял и доброта Николая. Причем он заметил, что Николай добр не только с ним. Со всеми. В первое время Иван думал, что это идет от председательства по должности. Потом понял, что он просто такой человек. Вообще, в деревне было много добрых людей. Иван постепенно привык к этому. Ивану стало неловко. Это верно, конечно. Но охота же было узнать. Ну, могу еще тебе сказать. Ивля Петр Емельянович, это тоже ее муж. Бывший, конечно. Тоже хороший человек, как ты знаешь. А вот... И любит ее, между прочим. И сюда из-за нее приехал. А жизни все равно нет. Так тоже бывает. Иван обалдел на минуту. Ивлев? Красивый, умный, сдержанный Ивлев? Бывший муж Марии? А что же еще надо тогда? Вон как. Так. Понравилось, говоришь? Да. Но тут уж, видимо, лучше не соваться. Почему? Удивился Николай. Зря. Вот это уж зря. А что ты? Богом, что ли, обижены? Иван встал. Он скис был. Но последние слова Николая, даже не столько слова, сколько тон его, вселили в его душу нагловатую бодрость. Ну, спасибо. Пойду в клуб. В воскресенье едете куда? Не знаю еще. А что? Хотел пригласить тебя в гости. Жена хочет познакомиться. Ну и потомство мое поглядишь. Пять штук. Да что ты? А что? Ха-ха. Николай засмеялся. Проходи. Приду. Иван вышел из сельсовета, шел и думал про Николая. Да чего ж простецкий мужик? Пустили же такого в свет белый, умного русского хорошего человека. А теперь он пустит. Пятерых сразу, если не больше, тоже таких же неглупых, добрых. Сильна матушка Русь. Неистребимо. Потом мысли вернулись к Марии. Так чего же она хочет? Опять подумал Иван. Если уж Ивлев нехорош, то кто же тогда хорош будет? Опять начал одолевать сомнения. И чем больше оно одолевало его, тем шеланнее становилась Мария. Нестерпимо захотелось увидеть ее. Он даже стал выдумывать какой-нибудь повод, чтобы пойти к Родионовым. Ничего не придумал и пошел в клуб. Главное, не суетиться, блох не ловить, решил он. Танцы в клубе были в разгаре. Иван купил в окошечке фойе билет, вошел в зал, и первый, кого увидел, был Пашка. Пашка танцевал с той самой девушкой, с которой ехал Иван, с Майей. Иван присел на стул возле стенки и стал смотреть на танцующих. Подумал, вообще-то никакое тут не захолустье. Девки одеваются так же, как в городе, даже лучше, скромнее. Пашка, проходя мимо него, сделал рожу. Иван понял, это так, держу в руках такое, что самому не верится. Майя была очень стройная девушка, совсем не пухленькая, в общем, красивая. Она тоже увидела Ивана, улыбнулась, кивнула головой. Иван улыбнулся в ответ. Когда танец кончился, Пашка и Майя подошли к нему. «Поспорили из-за тебя, братка!» заорал радостный Пашка. «Она говорит, что ты не танцуешь, а я говорю, танцует». «На что мы поспорили?» Майя тоже была возбуждена танцами. Она слегка запыхалась, улыбалась, как она умела улыбаться доверчиво. «На бутылку шампанского!» «Шампанское — это конское, а тэ-тэ — это...» «На шампанское?» «Я лично спорю на коньяк». «Идет?» «Ну, если я выиграю, что я с ним буду делать?» «А мы с Иваном Егорычем для чего?» «Мы его выпьем втроем». Майя болела Ивана сиянем веселых глаз, стряхнула решительно головой. «Идет!» Иван разнял их, сказал, невольно поддаваясь их радостному возбуждению. «С разъемщика не брать!» «Не танцую я, Паша!» «Горько мне договорить, но так!» Майя засмеялась, откинув назад головку. Пашка смотрел на нее, улыбался, а глаза не улыбались. Глаза пожирали красивую девушку. Похоже было, что он опять влюбился. Майю позвали. В клубе были еще двое из тех, с кем ехал сюда Иван. Парень учителя, вторая девушка. Поздоровались с Иваном и увели Майю. Пашка проводил ее тоскливым сгорядом. «Нравится?» спросил Иван. «А?» «Кошмар!» сказал Пашка. «Меня опять сфотографировали!» «Хорошая девушка!» подзадорил его Иван. «Скромная, умная!» Пашка заволновался, поправил рубашку, хэкнул. «Я, между прочим, не согласен с Хрущевым!» сказал он. «Для чего сюда ребят присылают?» «Зато он и девок присылает!» «Девок, правильно!» «Девки здесь нужны!» «А эти?» Пашка загорячился самым серьезным образом. «А без этих мы сами как-нибудь обошлись бы!» «А что, не так?» Заиграла музыка. С Майей пошел танцевать парень и учитель. Пашка не мог спокойно смотреть на это. «Пойдем покурим!» сказал он. Вышли в фойе, закурили, стояли и смотрели на танцующих через дверь. Иван заметил, как проходившие мимо двери девушки оглядывают его оценивающими взглядами. «Мария всех бы тут заслонила!» Подумал Иван и опять в душу въелось сомнение. Подумалось, что не мужа ищет и ждет Мария, не любви, а чего-то другого, черт ее знает чего. «Ерунда!» Пашка посмотрит, а там, глядишь, комсомольская свадьба. Пашка взглянул на брата и ничего не сказал. Он сам чуял немалую опасность со стороны этого парня-учителя. Танец кончился. «Пойдем», сказал Иван. «Не зевай, главное». Вошли в зал. Сходу заиграла музыка, объявили дамский танец. Пашка пошел было в ту сторону зала, где сидела Майя, но она сама шла к ним. «У меня будет беспартийная свадьба», гордо сказал Пашка, возвращаясь на место. «Сама идет». Но Майя шла не к нему, а к Ивану. «Пойдемте, я вас приглашаю». «Но я же...» «Ничего, надо учиться. Пойдемте, пойдемте». «Это вальс, очень просто». Иван положил тяжелую руку на ее беленькое полуголое плечико. Майя, стилая ее, взяла в свою руку. «А правый, поддерживайте меня, слегка за талию», велела она. «Так, теперь пошли. Раз, делайте, как я. Раз, два, пошли с грехом пополам». Вот и получается. Майя была довольна. «Пашка сейчас сорвет и мечет», думал Иван. «Охота вам возиться со мной?» «Павел-то хорошо ведь танцует». «Он действительно ваш брат?» «Да». «Он очень смешной. Он говорит, что влюбился в меня». Майя засмеялась. Иван серьезно смотрел на нее, а сам думал. «Вот первая ошибка Пашкина. Сразу про любовь начинает». «А что тут смешного?» спросил он. «Ну как же. Первый раз видит и сразу влюблен». «Бывает и так. С вами так бывало?» «Выпила она что ли?» недоумевал Иван. «Уж очень смело, свобода держит себя. Учительница все-таки». «Бывало сколько раз». «Да? А вы женаты?» «Женат», соврал Иван. Девушка его не интересовала. Даже неудобно стало, что он таскается с ней по залу. «Наспех людям». «Все», сказал он. Натанцевался. Голова закружилась. «Ну, такой большой, а голова закружилась». Иван подвел ее к Пашке. «Выручай, браток. Я не могу больше». Пашка взял Майю и умчал ее на середину зала. Иван вышел на улицу и широким решительным шагом направился к Родионовым. После того, как он подержал в руках чужую, ненужную ему женщину, в нем пробудилось вдруг неодолимое желание взять так же бережно в руки любимую, желанную. Пока шел, выдумывал способ, как вызвать Марию на улицу. Решил так. Написать записку и сунуть ей незаметно. А к Родионову у него есть дело спросить насчет завтра, когда подавать машину. Остановился у столба под электрической лампочкой, написал на клочке бумаги химическим карандашом. Выйди. Надо сказать пару слов. Все Родионовы были дома. Мария слушала музыку в своей комнате. Кузьма Николаевич сидел в прихожей, на корточках, чинил примус. Хозяйка краила на столе в другой комнате материю. Здравствуйте, сказал Иван, увидев через дверь Марию, и у него ёкнуло сердце. Родионов поднялся. Я на минуту, сказал Иван, прокатя в комнату Марии. Я хотел спросить, когда завтра выезжаем? Получилось так, что он прошел в комнату впереди секретаря. Завтра никуда не поедем, ответил Родионов. Садись. Иван остановился около Марии, заслонил ее с собой от Родионова, бросил на колени ей бумажный комочек, записку, и отвернулся. Он не видел, взяла ли она его, почувствовал, что взяла. На сердце стало немного веселее. Не едем, значит? Нет, садись. Да я на минутку. Хотел спросить столько. Садись. Чаю попьем сейчас, наставил Родионов, но Иван уперся на своем. Нет, пойду. Спасибо большое. Ну, елки зеленые, Кузьма Николаевич был огорчен. Чего так? Да надо идти. Ивану не терпелось уйти. Не терпелось скорее начать ждать. Что, если выйдет? Почему-то не верилось, что Мария выйдет. Неужели выйдет? Побращавшись, он вышел на улицу, облегченно вздохнул, а дошел к воротам, прислонился к столбу, закурил, заварил кашу, подумал. Ждать пришлось долго. Иван решил уже, что Мария не выйдет, но отойти от столба не было сил. Стоял, материл себя. Вдруг сенечная дверь скрипнула, кто-то вышел на крыльцо, остановился. Иван отделился от столба, кашлянул. Мария, это была она. Спустилась с крыльца, подошла к нему. Ну? Белело в темноте ее холеное, крупное лицом, блестели веселые, холодные глазам. Сейчас скажу, охрипшим голосом проговорил Иван. Он струсил. Нравишься ты мне. Мария усмехнулась, дулась. Некоторое время молчала, потом спросила. Все? А чего еще? Можно идти? Иван растерялся, долго молчал. Что ты из себя строишь вообще-то? Спросил он, желая казаться спокойным. Ты можешь объяснить? Мария засмеялась. Смеялась негромко, весело, в нос. Иван пошел прочь от нее. Стало невыносимо тяжко и стыдно. Шагал, матерился, шепотом думал. Ну, ладно. И это вы над Любавинами смеетесь? Вспомнилось почему-то, как смеялась в клубе над Пашкой веселая девушка Майя. Ладно. Петр Ивлев рано задумался о своей судьбе. Петр Ивлев. Петр Ивлев. Он был хороший офицер. Кому в друзья не завидовал товарищам, даже тем, у кого наверху была своя рука, которая при случае могла крепко поддержать. Он понимал, это не долговечно, то есть гораздо надежнее в жизни то, что сделано при помощи своей головы. Вступил в партию. В автобиографии писал, что его отец Ивлев Емельян Иванович умер в 1933 году. Мать жива, пенсионерка, живет в деревне под Барнаулом. Он врал. Отец и мать его были посажены в 1933 году органами ОГПУ и очевидно расстреляны, как враги народа. Тетка, сестра матери, усыновила его, когда ему не было двух лет. Муж тетки, Ивлев Емельян Иванович, действительно помер в том же 1933 году. И Петр действительно считал его своим отцом, а тетку, матерью и все так считали, потому что она, когда переехала после смерти мужа из города в деревню, сказала, что это ее сын. Только в девятом классе Петр узнал обо всем. Из-за чего-то крепко поругались с теткой и у той сгоряча сорвалось. Вместо того, чтобы быть благодарным, благодарным и выболталом. Три дня Петр ходил сам не свой, не зная, как думать теперь о тетке, о советской власти, о жизни вообще. Добрая тетя потом уже делала все, чтобы успокоить его. Она же, желая добра, ему советовала помалкивать о том, что родители его репрессированы. Говорила, что никто никогда в жизни не узнает правду, потому что все документы, даже свидетельства о рождении у него в порядке. Впервые узнал он тогда, что он вовсе не Ивлев, а Докучаев, и не Емельянович, а Степанович. На вопрос его, за что посадили отца и мать, тетка ответила, не знаю. Сказала только, что они были хорошие люди, отец был партийным работником, мать тоже, и всем. Она могла тогда сделать больше. Могла отдать Петру письмо его отца, которое тот написал для сына незадолго до ареста. Он написал него втайне от жены и упросил свояченицу сохранить и передать сыну, когда тот вырастет. Он ждал беду, и она грянула. Письмо тетя сохранила, но отдать тогда не решилась. Петр Ивлев продолжал оставаться Ивлевым. Испытывал ли он угрызение совести, когда вступал в партию и скрывал правду об отце и матери? Нет. Его заботило только, достаточно ли надежно укрыта его тайна? Не осталось ли что-нибудь в этом деле непродуманным? Все было в порядке. И вот с погожими летними днями ехал лейтенант Ивлев к себе на родину в отпуск. Четыре года не был он дома и радовался всему. Ехал поездом, валялся целыми днями на мягком диване, читал журнал, ходил раз в пять на день в вагон-ресторан, норовил сесть за один столик с немолодой уже, но очень красивой женщиной, но всякий раз с ней рядом оказывался длинный худой парень в огромных очках. Ивлев снисходителей нагловато посматривал в их сторону и сдержанно улыбался. Юношу в очках он мысленно назвал хилый аспирант. Женщина ему нравилась, но он не подходил к ней. Он хотел, чтобы она сама поняла, что юноша в очках в данном случае лишний человек и пришла бы в ресторан однам. Женщина продолжала появляться в агонии ресторана с хилым аспирантом, хотя не раз и недва перехватывала выразительные взгляды Ивлева. Не хочет рисковать. Понял он женщину. Он любил сидеть у окна за столиком, пить маленькими глотками хорошее вино и смотреть на проплывающие мимо деревеньки, села, поля, леса, перелески. Есть в этом неизъяснимое наслаждение. Рождается чувство некой прочности на земле всего существующего, особенно когда там, откуда едешь, все осталось в хорошем состоянии, и дела, и отношения с людьми, и когда там, куда едешь, тоже должно быть все хорошо. Ивлев не знал, как он проведет отпуск, знал только, что все должно быть хорошо. Тетка обрадовалась племяннику, заплакала, она стала уже старенькой, захлопотала, забегала, собрала на стол, стали подходить друзья Ивлева с женами, стало шумно и весело в тихом доме Киевлевых. Выпили, пели старинные сибирские песни, пели новые песни, танцевали, плясали, разошлись поздно ночью. Петр сходил на речку, вымылся холодной водой до пояса, выпить за вечер пришлось много, тошнило. Потом сидел с тетей, беседовали, Петр рассказывал о своей жизни, о своих успехах, не скрывал, что доволен этими успехами. Сказал, что вступил в партию, и тут тетя пришло в голову отдать ему письмо отца. Достала из недр огромного сундука тряпицу, долго разворачивала ее, наконец подала Петру толстый конверт сургучной печатью. Что это? Это, Петя, пишет тебе отец. Петр не сразу понял. Как? Он просил, когда ты вырастешь, передать тебе это письмо. Петр ушел в гордицу, сел к столу, долго сидел, никак не мог решиться разорвать конверт. Его трясло мелкой нервной дрожью. Встал, погодил по горнице, выпил воды, дрожь не унималась. Он вышел в прихожую, попросил у тети стакан водки. Тетя налила ему, он выпил. Не читал еще? Сейчас прочитаю. Пожелтевший конверт лежал на столе и исходила от него какая-то цепенящая некончающаяся сила. Об отце не думалось, но было ощущение, как будто кто невидимый. Не отец присутствует в комнате и от этого делалось не по себе. Водка придала храбрости. Петр сел опять к столу, взорвал конверт. Три больших листа исписаны крупным разборчивым почерком с наклоном влево. Петр, перескакивая через слова и снова возвращаясь, стал глотать строчку за строчкой. Дорогой и любимый сын Петр, пишу тебе малость, тороплюсь, а сказать надо много. Я не довел тебя, сынок, до настоящего дела. Ты у меня только еще начинаешь ходить, а надо сказать тебе очень серьезные вещи, и поэтому у меня двоится в голове. Но когда ты это будешь читать, тебе, наверное, будет столько же лет, сколько мне сейчас, а может даже больше. И поэтому я говорю с тобой как с большим мужиком. Нас матерь, наверное, посадит, и я не знаю, как дальше обернется дело. Все может быть, но как бы там не случилось, вот тебе мой отцовский наказ. Никогда в жизни не вешай головы и не трусь, не следи, что у тебя отец с матерью сели за такое позорное дело. Нам приписывают, что мы вредим советской власти, срываем коллективизацию. Это неправда. Просто завелась тут одна зараза, гнида, которая ничего не понимает в крестьянских делах, и она может сделать поганое дело. Но не думай, что мы сдались так просто. Мать у тебя молодец, знай это всю жизнь, так что смотри людям в глаза и не думай про нас худого. Мы мечтали с матерью, что ты будешь большим человеком, ученым. Я уверен, что так и будет. А главное, не унывай и живи всегда честно. Нас помни, когда будет своя семья, будь хорошим отцом и мужем. Еще раз тебя прошу, никогда не трусь и не унывай. Мы это горе переживем как-нибудь. Жизнь на этом, конечно, не остановится. Не ищи только, кому за нас отомстить. Злым не надо быть. А зараза эта, про которую я говорю, скоро сама скниет. Плохо, что она есть. Это идет от нашей же глупости и неопытности. Скоро в этом разберутся, так что живи спокойно, сынок, учись. Я лично хотел бы, чтобы ты стал ученым в области астрономии. Я сам когда-то мечтал об этом, но у нас сейчас другое время, а мать хочет, чтобы ты стал врачом. Но это ты сам посмотришь, когда вырастешь. Про нас подробнее тебе расскажет тетя твоя. Ну, сын, всего тебе хорошего, здоровья хорошего, ума покрепче, счастье вообще, как говорят. Не забывай нас. Будет сын, назови Степаном, а дочь Ниной по матери. Степан Токучаев. Голова Петра горела огнем, в глазах двоилась от слез, губы прыгали. Он не чувствовал, что кусает их до крови. Он встал и, шатаясь, вышел на улицу. Ничего не слышал и не видел вокруг. Не слышал, как за ним шла тетя и звала в дом. Привалился в ограде к пледню, заплакал в голос. Плакал, колотился головой, а плетень бормотал что-то неразборчиво. Тетя стояла рядом, тоже плакала и тихонько говорила, «Петя, сынок, что ж сделаешь? Что ж теперь сделаешь? Перестань, сынок, люди услышат, перестань. Их теперь не вернешь». Петр помаленько успокоился, пошел опять на речку, умылся. Домой вернулся с готовым решением завтра ехать в часть. Насколько радостной и безумной была дорога домой, настолько мучительна она была из дома. Из Новосибирска Петр полетел самолетом, смотрел сверху на землю, видел крошечные домики, аккуратные квадратики полей и огородов, видел узенькие ленточки дорог, речушки. Все было игрушечно маленьким, и это как нельзя более подходило к его состоянию. «Где-то среди этих маленьких домиков, думал он, по извилистым дорожкам может ходить человечек и думать о себе, что он пуп земли, что он все может». Смешно. Жизнь представлялась теперь запутанной, сложной, нагромождение случайных обстоятельств. И судьба человеческая, тоненькая ниточка, протянутая сквозь этот хаос различных непредвиденных обстоятельств, «Где уверенность, что какое-нибудь из этих грубых обстоятельств не коснется острым углом этой ниточки и не оборвет ее в самый неподходящий момент». «Много всякого», передумал Ивлев, пока летел. Он не знал, что будет с его жизнью дальше. Он знал, что она не будет такой, какой началась. Сейчас самому омерзительными казались недавние мечты и помыслы. Ведь как мечталось. Вот он, в 35 лет, генерал-майор, за какие заслуги неизвестно, не в этом дело. Проезжает в Москву, приходит в театр, все оглядываются на него, все удивлены, какой молодой, а уже генерал. А он, хоть и генерал, а ужасно простой. Нашел свое место, сел, приготовился спотреб спектакль. Рядом молодая красивая женщина с мужем. Муж пожилой полковник. Вообще думалось до этого очень просто. Есть жизнь что-то вроде высокой унылой стены, за стеной сад, солнце, музыка, беззаботные женщины. Приехав в часть, Ивлев пошел в первом делом портком и все рассказал, что отец его и мать враги народа. Ему предложили подать по начальству рапорт с просьбой уволить его из рядов советской армии, как человека недостойно выносить высокое звание советского офицера. Он подал рапорт. Просьбу удовлетворили. Потом было партсобрание, большинство голосов исключить, исключили. Ивлев попрощался с товарищами и вышел из части гражданским человеком. Двадцати пяти лет от роду, без друзей, без специальности, с одним только злым, упорным желанием начать жизнь сначала. На улице догнал его рассудительный капитан и сочувственно заговорил «Дурак ты, слушай, никто же не знал!» «Пошел тык!» оборвал Ивлев и выргулся матерно. Ивлев устроился на завод учеником слесаря в том же городе, где служил. Все-таки не сказал, что ушел из армии, деньги по-прежнему аккуратно высылал ей, правда, меньше. В отпуск скоро не обещался. Началась другая жизнь. Подтянутости и собранности армейский Ивлев не утратил, только похудел и в глазах погас неприятный блеск раннего самодовольства. Глаза стали задумчивыми, с новыми людьми сходился труд, больше молчал, был справедлив даже резок. Он ожидал, что теперь начнутся невероятные трудности, которые он стойко будет переносить. Никаких особенных трудностей не было. Правда, деньжонок стало значительно меньше в кармане, пришлось оставательно поужаться, но и только. В общежитии он не стал жить, снял у одной хорошей женщины небольшую комнатку, натащил туда книг, читал, курил беспрерывно, чем очень огорчал хозяйку. Работа на заводе не утомляла почти. Времени свободного достаточно, Ивлев соображал, осматривался. Прошло не так уж много времени, но он не без удивления стал замечать, что к небу с уважением относятся самые разные люди, от богомольной хозяйки до заводских выпивок. Это насторожило. Ивлев знал за собой одно такое качество. Мог легко понравиться, когда хотел этого. Он раньше знал точно, когда после его ухода говорят «хороший парень», а когда не говорят. Причем, когда говорили «хороший парень», это не радовало. Значит, дальше надо напрягаться и поддерживать в людях это мнение о себе. А поддерживать приходилось в основном болтовнёй и притворством. Он притворялся, что ему хорошо в обществе тех или иных людей смеялся, когда не хотелось, внимательно слушал, когда заранее было известно, чем кончится рассказ. Причем, делалось это зачастую без всякой цели, просто трусил быть самим собой. Скажи кому-нибудь, что его скучно слушать, обидеться, помолчи с какой-нибудь вечер-другой скажет дурак. И приходилось изощряться. Впрочем, и искусство-то не ахть какое, но утомительное. Начав другую жизнь, являв первым делом, решил быть самим собой, во что бы то ни стало, в любых обстоятельствах. И стал. И заметил, что люди за что-то начинают уважать его. Он перебрал в памяти все, что он делал, говорил и не нашел, чтобы он последнее время угождал кому-нибудь, поддакивал, говорил, когда не хотелось или молчал, когда хотелось сказать. Это открытие радовало. Так было легче жить. Кончилось лето, осенью, являв, вместе с другими рабочими, послали в деревню помогать колхозникам убирать картошку. Деревня, куда приехали, большая, помошников понаехало много, рабочие, студенты, служащие. Половина лоботрясничали, жгали на полях костры, дурачились. Вечерами в деревне было шумно. После возле клуба выставляли радиолу и до глубокой ночи танцевали, а вечера стояли хорошие, тихие, теплые. С неба срывали звезды и, прожив мгновенную яркую жизнь, умирали. Ивля сидел вечерами на крыльце, он жил возле самого клуба у колхозного бригадира. Курил, слушал радиолу, женский смех, и было как-то тяжко на душе. Бродила в крови беспокойная сила, томила. Один раз в субботу засиделся он так до самого утра. Накурился до тошноты, пошел на край деревни, к озеру, сел на берегу и стал смотреть, как в лучах восходящего солнца занимается ярким огнем ветхая заброшенная церквушка. Оттого лишь, что церковка отражалась синей воде, особенно чист, оттого лишь, что горела она в то утро каким-то особенным, горячим рубиновым огнем и было тихо кругом, отчего-то защемило сердце. Ивля влек на землю лицом вниз, вцепился в траву и заскрепел зубами. Подумалось вдруг о Боге и каким-то странным образом, что человек, особенно женщина, лучше Бога. На другой день он опять пошел на озеро смотреть, как горит церквуха на закате солнца и встретил на улице Марию Родионову и остолбенел. Такой красивой девке ему еще не случалось видеть. Пошел за ней. Мария оглянулась. «Здравствуй», «Здравствуй», сказал Ивлев. «Здравствуйте». Она остановилась. Ивлев ласково улыбнулся, его немножко пугала красота женщины и удивляла. «Вы что, обознались?» спросила она. «Нет». Ивлев не знал, что говорить. Стоял, смотрел на нее. У Марии насмешливо дрогнули губы. Она повернулась и пошла прочь. «Вот это да!» подумал Ивлев. В тот же вечер он увидел Марии еще раз возле клуба. Она стояла в кругу девушек-суденток, рядом толпились парни. Ивлев пошел прямо к ней. «Отойдем в сторонку», сказал он. Мария не удивилась, улыбнулась ему как знакомому. «Зачем?» «Мне надо сказать пару слов». У Ивлева от волнения перехватило горло. Последние слова он пискнул. Пару слов. Мария открыто громко засмеялась. Засмеялись и все стоявшие поблизости. У Ивлева от стыда и злости свело с затылок. Он тоже через силу улыбнулся и сам, не понимая, что делает, вернее, понимая, что делает глупо, взял девушку за руку и хотел силой отвести. Мария вывернула руку и тут, как из-под земли вырос, появился чернявый парень, броской, красивой, тонкой, южной красотой, ни то армянин, ни то азербайджанец. Одну минутку, сказал он. В чем тут дело? Мария улыбнулась и с любопытством смотрела на Ивлева. Молчала. Чернявый ловко оттер Ивлева плечом в сторонку, взял за локоть и немножко рису и сказал, здесь вам делать нечего. Вы меня поняли? В глазах Ивлева стояла красивая Мария. Нет, не понял, сказал он. Чернявый вежливо улыбнулся, он хотел казаться страшным. Объяснить? Попробуй. Чернявый оглянулся и для пущей важности взял Ивлева за грудки. Тебе что собственно надо? Ивлев хотела оторвать от себя руки, но она точно приросла. Парень был цепкий. Отпусти, дурачок, спокойно сказал Ивлев. Все равно ты потерял эту девку. Успокойся. Да? Парень сильно рванул его в сторону, отпустил и дал пинка под зад. Бежи отсюда, чтобы я тебя больше не видел. Ивлев вернулся, драться не хотел, злости не было. В глазах стояла досмешливая Мария. Почему-то именно в этот момент он поверил, что она будет его. Отойди дальше, я тебе все объясню, сказал он Чернявому. Чернявый встал в боксерскую стойку, больно ткнул Ивлева в грудь. Ивлев, не разворачиваясь, дал ему снизу в челюсть. Дрались без азарта. Чернявый все пытался боксировать, прыгал, делал обманные движения, но схватывал гораздо чаще, чем Ивлев. Их разняли. Чернявый успел разорвать с Ивлеву новую рубаху до пупа и разбил в кровь губы. Зато у самого надолго зажмурился левый глаз. Ивлев сразу же, как только их разняли, ушел домой, умылся, надел другую рубаху и пошел опять в клубу. И опять подошел к Марии. «Меня Петром зовут», сказал он. «А тебя как?» У Марии радостно заблестели глаза. Ей начинала нравиться эта скандальная история. «Завуткой», откликнулась она, «отойдем в сторонку». Ивлев сам не ожидал от себя такой нахрапистости. Все в нем больно сладко ныло, как будто все нерастраченное тепло двадцати пяти прожитых весен выплеснулась из стыняков души, ударила в голову. Он ошалел. «Мне здесь хорошо». «Не пойдешь?» «Нет». Ивлев хотел улыбнуться разбитыми губами, не получилось. Не хотелось улыбаться. «А почему?» спросил он. «Что?» «Пойдем». «Чего ты боишься-то?» «Ты сам-то не боишься?» «Нет». «А тебе не кажется, что ты нахально действуешь?» «Нет, что ты?» «А мне кажется». «Перестань». «Вообще успокойся». Ивлев плел «Черт тебе что!» «Только бы не молчать». «Почему ты боялся замолчать?» «Я тебе сейчас все объясню». «Пойдем». «Ты что, дурак, что ли?» «Хал да», негромко сказал Ивлев. Он опозлился вдруг. Мария смирила глазами поджару фигуры Ивлева, презрительно усмехнулась. «Между прочим, за халду придется ответить». «Дура ты породистая!» Ивлева трясло. «Я ж тебе говорю, пойдем со мной!» Мария отошла от него. Через минуту к нему подлетел Чернявый. «Я ее провожаю сегодня домой», решительно заявил Ивлев. «Понял! Отойди, а то я тебе второй глаз закрою!» Теперь Ивлев готов был драться по-настоящему. Чернявый задохнулся от возбуждения, некоторое время молчал. «Ты что?» спросил он. «Ничего, иди сюда!» Ивлев пошел за клуб в темноту, Чернявый за ним. Дрожь у Ивлева прекратилась, он успокоился, начиналось представление покрупнее. Он слышал, что сзади вместе с Чернявым идут еще двое или трое. Шли долго, уходили от света. Ивлев шагал впереди, не разбирая дороги, перелезли через прясло в чей-то огород, пошли по грядкам, громко шуршали картофельной ботвой. «Ударишь сзади, я за увечу насмерть», предупредил Ивлев Чернявого. «Иди, иди!» задрожив голос исказал Чернявый и подтолкнул его в спину. Неожиданно тишину ночи остановились. «Милиция!» сказал один из парней, следовавших сзади. «Все?» «Моли Бога!» сказал Чернявый Ивлеву. Подошел милиционер. «Качайте эту канитель! Давайте, давайте, давайте разойдемся!» Чернявый и два его друга ушли. Ивлев заговорил с милиционером. Милиционер был молодой парень. «Влюбился, что ли?» спросил он. «Влюбился, просто сказал Ивлев. «Да, интересное дело, между прочим. Когда влюбляются, малость дураками делаются. Я по себе знаю. Шли по улице, направляясь к клубу. Я, значит, когда влюбился, а она за рекой жила, жена-то моя теперь, так я ночью к ней через реку на руках плавал. Опасно все-таки. Ночь, а вода у нас в реке холодная, сведется удорогой. Хоть закричись тогда! «Нет, плейл». «Она где живет? Не знаешь?» спросил Ивлев. «Кто? Эта девушка-то, ну это...» «Она там», неопределенно сказал словоохотливый милиционер. Помолчал немного и добавил с искренним участием. «Мой тебе совет. Отстанет ее». «Почему?» «По-моему, черт тебя знает, конечно, но по-моему, она того. Я уж со вторым ее замечаю. До этого Черникова еще один был. Тот из-за нее, но красивая. Это надо такую родиться, измучишься с такой, пойди с ней куда-нибудь, вся душа изболит, на нее же оглядываются все, нервы надо железные». Ивля глубоко затягивался папироской, а она откуда? «Из служащих. У нас тут приехали из двух городов. Зря так делают, между прочим, из разных городов везут. Так порядка никогда не будет. А там, у сосненной старухи, возле магазина. Но ты не ходи туда сегодня, а то мне и так позавчера выговор всучили». «Нет, я просто так спросил». У клуба уже никого почти не было, разошлись. Ивля попрощался с милиционером и пошел к своему дому. Отошел метров двадцать, подождал, когда милиционер завернет за угол, и пошел скорым шагом к магазину. Шел «Что со мной делается?» Он хотел еще раз увидеть Марию. «Зачем? Непонятно?» Надежды, что она оставит Черняву и пойдет с ним не было. Было одно тупое, упорное желание видеть ее и все. И вдруг встретились. Черняв ушел в обнимку с Марией и что-то негромко и торопливо рассказывал ей. Мария молчала. Ивля первая узнала их по голосу Чернявого, загородил им дорогу. Мария почему-то испуганно вскрикнула, узнав Ивлева, а ее кавалера шалело уставился на своего недруга. Ивлев глупо улыбнулся. «Мне надо поговорить с тобой», сказал он Марии. Мария молча обошла его и стала быстро удаляться по улице. Чернявый не знал, что делать, догонять ее или оставаться с Ивлевым, выяснять отношениям. Ивлев пошел за Марией. «Одну минуту, подожди!» Он не знал даже, как зовут девушку. Чернява догнал его и ударил сзади по уху. Ивлев развернулся, чтобы ответить, но тот отскочил. Его покинула уверенность. Ивлев на каду вывернул из плетня кол и ускорил шаг, догоняя Марию. Чернява некоторое время шел сзади, потом отстал. У Ивлева радостно гладилось сердце. Впереди совсем близко мелькала белая кофточка Марии и никакие силы теперь не могли заставить его свернуть с прямого пути к ней. Мария шла быстро. Ивлев пробежал немного, догнал ее. «Подожди! Не бойся меня, глупенькая! Чего тебе надо?» Мария сбавила шаг. «Слушай!» Ивлев взял ее за руку и понял, что он всю жизнь ждал вот этой минуты. «Ты почему не хочешь поговорить со мной?» Мария молчала, руку не отняла. «А? Тебя ведь изобьют сейчас, сказала она. «Ничего! Они же бешеные, они могут!» «Я сам бешеный!» «Странный ты человек все-таки, непонятный!» «Влюбился!» «Чего ж тут непонятного?» сказал Ивлев. «А колдой давеча назвал! Не в этом дело!» «Замуж пойдешь за меня!» «Ох!» Мария искренне негромко засмеялась. «Ты прости меня, но у тебя действительно не все дома!» «Почему?» «Это уж я не знаю!» «Пойдет!» подумал Ивлев. «Пойдет!» Сзади раздался топот нескольких пар ног. Их догоняли. «Беги!» негромко сказала Мария. Ивлев обнял ее, хотел поцеловать. Она вывернулась и побежала по улице. Ивлев обернулся, первым бежал чернявый, сошлись сразу, молча. С чернявым было еще двое, у всех колья. Удары звучали мягко, тупо, цапели, хекели, негромко вытерились. Ивлев вьюном крутился между трех кольев, доставал то одного, то другого, то третьего. Чаще доставался чернявого, потому что тот пер на пролом. И не заметил Ивлев, кто из трех излопчился и тяпнул его по башке. В глазах хлопнул и рассыпался искрами огненный шар. Ивлев враз оглох, выронил кол и, схватившись за голову, стал потихоньку садиться на дорогу. Его оттащили к плетю и ушли, сморкаясь с укровицей и отхаркиваясь. Очнулся Ивлев глубокой ночью, долго припоминал, где он и что произошло. В груди он чувствовал, затаилась какая-то смутная сильная радость. И вдруг все вспомнилось, вспомнил, как он держал Марию за руку и как она негромко смеялась. Радость в груди встрепенулась, возлиговала. Ивлев с трудом приподнялся, привалился спиной к плетню и заплакал от слабости и от счастья. Голову раскалывала страшная боль, даже тошнила от боли. Оплакалась сладко, как редко плачется, когда здорово обидят, но ничего этим не докажут. Вдруг он скорее почувствовал, чем увидел и услышал. Невдалеке показалась знакомой белая кофточка. Мария осторожно шла вдоль плетня, Ивлева не видела. Ивлев притаился, и в эти несколько минут, пока она, не видя его, шла к нему, он как в минуту серьезной опасности вспомнил разом всю свою недолгую странную жизнь, путаницу дорог и искания свои. Все. И подумал, хватит, теперь успокоюсь. Я здесь, сказал он. Мария вздрогнула, взялась за сердце. Ох, ты! я! Иди, сядь со мной! Избили. В голосе Марии была неподдельная скорбь. Она сидела рядом с Ивлевым, теплая, родная. Говорила ведь тебе, не послушал. Ха, ничего, мы завтра уедем отсюда. Мария пристально вгляделась в него. А? спросил Ивлев. Хорошо. Она бережно обняла его, погладила ладошкой сбитую голову, светлеющий мир качнулся в глазах Ивлева и поплыл, увлекая его в неведомую новую жизнь. На другой день они уехали из деревни и началась эта новая жизнь. в осьм илев Oo новая жизнь. Продолжение следует...